Здравствуйте! В эфире Ваш доктор, путеводитель в мир официальной медицины. Тема сегодняшней программы гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Родинка, пикантное украшение или знак судьбы? Рассмотрим эту проблему с медицинской точки зрения. Долгое время оценить состояние родинки можно было, только удалив ее и исследовав ее клетки в лаборатории. Дерматоскопия позволяет избежать оперативного вмешательства. Что это такое? За ответом на этот вопрос мы обратимся к специалистам медицинского центра «Гиппократ». Итак, сегодня в программе Ваш доктор. Преимущества дерматоскопии. Кому и когда следует проводить данную диагностику? Что делать для профилактики меланомы? На вопросы зрителей отвечает врач-дермато-венеролог медицинского центра «Гиппократ». Здоровая кухня, витаминный салат из тыквы для похудения. Наверное, на планете не так часто встретишь людей, на теле которых не было бы ни одной родинки. Маленькие, большие, темные и светлые, плоские и выпуклые. Они покрывают все наше тело, появляясь на протяжении всей жизни. Обычно родинки не требуют к себе никакого внимания, но при определенных условиях могут вызвать огромные проблемы, серьезно угрожая здоровью и даже жизни. Родинки или невусы – доброкачественные кожные образования. Они состоят из клеток меланоцитов, так называемых невоцитов. В норме существует два типа родинок – это врожденные или же приобретенные. Врожденные – они появляются у человека с самого рождения, и приобретенные – они появляются в течение жизни. Этому способствуют какие-то гормональные изменения, то есть подростковый возраст, менопауза, прием контрацептивов, частое длительное пребывание на солнце. Обилие солнечных лучей может спровоцировать злокачественность невусов. Чтобы узнать, доброкачественное это образование или же злокачественное, используется метод дерматоскопии. Дерматоскопия – это неинвазивный метод диагностики, инвива так называемый, то есть который проводится при помощи дерматоскопа. Дерматоскопы имеют комплект ахроматических линз, систему светодиодного освещения изучаемой поверхности, высокую степень разрешения. Преимущества дерматоскопии заключаются в том, что можно рассмотреть невусы непосредственно сразу же на месте, не нужно проводить гистологического болезненного исследования и заподозрить онкозаболеваемость или же меланому непосредственно уже в кабинете. Дерматоскопия подходит абсолютно всем. Нет никаких противопоказаний для ее проведения. Дерматоскопию необходимо проводить людям, которые часто подвергаются солнечному воздействию, которые выезжают очень часто за границу в жаркие солнечные страны. Также, если у человека большое количество родинок, и он заметил какие-то изменения, то есть увеличение размеров, изменение консистенции образования, появление даже незначительного шелушения зуда. Если вы заподозрили у себя злокачественное образование, необходимо сразу же обращаться к врачу для диагностики заболевания. Будьте внимательнее к себе. Как оказывается, за безобидной родинкой может скрываться большая проблема. А мы продолжаем прямо сейчас рубрика «Скажите, доктор». На вопросы зрителей отвечает врач-дерматовенеролог медицинского центра «Гиппократ» Юлия Лыжникова. Лыжникова Юлия Александровна – врач-дерматовенеролог медицинского центра «Гиппократ». Квалифицированный специалист, владеющий современными методиками обследования и лечения в дерматологии и венерологии. Скажите, доктор, какие родинки подлежат обязательному удалению? Обязательному удалению подлежат родинки, которые находятся в местах частой травматизации или же как-то мешают косметически. Скажите, доктор, что нужно делать для профилактики меланомы? Для профилактики меланомы стараться избегать частого пребывания на солнце, а также пользоваться защитными кремами и загорать в соответствующие часы. Проконсультироваться по вопросам здоровья вы всегда можете в медицинском центре «Гиппократ» по адресу город Архангельск, проспект Советский Космонавтов, 180, телефон 276-393, или задать вопрос на сайте «гиппократ29.ру». Потрясающий вкус, питательность и при этом небольшая калорийность. Всем этим качествам соответствует обычная тыква. А мягкое слабительное и мочегонное свойства тыквы ценится по достоинству врачами-диетологами. Нам понадобятся тыква, яблоко, репка и мед. Первое. Очищаем и нарезаем кубиками тыкву. Далее приятный момент – это добавление меда. Мед можно заменить сиропом или вареньем. И все это мы пока оставляем минут на 30. Режем на мелкие кусочки репу и яблоки, отправляем к тыкве. Финал. Все перемешиваем и украшаем, кто как желает. Можно добавить зерна граната. Приятного аппетита! На этом все. Это была программа «Ваш доктор». Смотрите нас в кабельной сети АТК и в интернете на портале правдосевера.ру. Пишите нам на электронный адрес info.sobaka.ps29.ru С вами была я, Елена Гончарова. До встречи на телеканале ПС. Помните, Ваш доктор – путеводитель в мир официальной медицины. Субтитры подогнал «Симон»!